Здравствуйте, друзья! Продолжаем наше исследование послания к евреям. Мы с вами читали первую главу, которая заканчивается удивительным для нас, действительно удивительным для нас и важным посланием, что все ангелы – суть духи служебная. Это 14-й параграф. Они – часть этой системы, которая предназначена для человека. Как пишет автопослание к евреям, посылаемое на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Это к вопросу, где написано, что все ангелы смертны. То есть всё свернётся в трубочку, так скажем, нашим языком. Исчезнет привычный нам мир. А нам, людям, казалось, что мы куда-то уходим, естественно, умираем. А ангелы – они долгожители, вечные. Нет, друзья, всё как раз наоборот. И об этом нам очень чётко говорит Писание. И всегда мы думали, вот архангел Михаил, архангел говорил, какие могущественные, вечные. А мы что, суетимся, суетимся? Семьдесят, восемьдесят и нет у нас на земле. И сколько ни суетись, пешка и ферзь в конце лягут в деревянный ящик вместе. А нет, всё, оказывается, выглядит по-другому. И именно человек предназначен к вечной жизни. Именно об этом говорит нам всё священное Писание, от первой буквы до последней. И конкретно здесь послание к евреям. Радость – это должна быть человеку. Надежда и повод стремиться в Царство Небо Божественное. Итак, хорошо, понятно, человек – вечный ангел. Предназначен для служения человеку. Пока это необходимо, потом необходимость в нём отпадёт. А нам-то зачем всё это? То, что говорит послание к евреям, что Сын Божий намного круче ангелов, гораздо выше пророка Моисея, и не было ещё таковых никогда на земле, и не будет. Он единственный посланник человеку, Сын Человеческий. И автор случайно решил нам рассказать, что ангелы временные. Или всё-таки в этом глубинный смысл. И чтобы понять чуть-чуть получше, о чём хочет нам донести послание к евреям, мы рассмотрим с вами Медраж, который приводит цитату из 3-го псалма, где говорится «Благословите Бога, посланники Его, сильные богатыри, повинущиеся слову Бога, благословите Его все воинства, служители Его, исполняющие волю Его». Опять-таки функция ангелов, исполняющая волю Бога. У них нет другой функции. Они сами по себе не делают ничего. И здесь мы видим важную вещь. С одной стороны посланники, ангелы, а с другой стороны воинство. И задаём вопрос. Вот эти Малахим, ангелы, посланники, о которых идёт здесь речь, это кто? Это небожители или всё-таки это земли-жители, люди из плоти и крови, которых называют по своей сути праведными ангелами? И отвечают, мы с вами Медраж рассматриваем, что это люди из плоти и крови, которые называются Малахим. Потому что в следующем стихе говорится о воинстве. Если мы внимательно посмотрим на этот псалом, то увидим об ангелах и небесном воинстве. Значит, в первом случае об ангелах – это человек, которые живут внизу. Это важно, друзья. Малахим. Сейчас мы скажем об этом. А второй случай – это небесное воинство ангелов. Слово «малах» – ангел на иврите, а работа на иврите – «малаха». И теперь мы тоже видим, что «малахим» – ангел – это тот, кто делает работу, какую выполняет вою Бога. И еще интересный экскурс в лингвистику. Корень этого слова предполагает выполнение работы по какому-то задуманному кем-то плану. Этот редкий корень на иврите – «ламет алиф», «ламет алиф хав». Еще раз, действие по запланированной схеме, только по запланированному лекалу. И этот глагол семитский, древний, редкий, встречается только в двух формах – «малаха» – работа и «малах» – ангел. И почему же вот это именование можно применять кому-то из людей на земле? Об этом говорят учителя, мудрецы. Мы читаем книги чисел и воззвали мы их к Господу, и услышал Господь наш и послал нам ангела, который вывел нас из Египта. Странные противоречия. Бог говорит, я вывел вас из Египта, я, а не какой-то ангел. Какой же здесь появляется противоречие, когда в книге чисел мы читаем четко, что ангел послал ты ангела, и он вывел нас из Египта. Дело в том, что здесь Моисей, пророк, назван именно ангелом. То же самое читаем в книге Судей. «Пришел ангел Господень из Галгала в Ухей». То есть, друзья, это тонкости еврита, семитского языка. Тот, кто выполняет работу. Если мы слово «ангел», взявшее из греческого, естественно, подразумеваем посланник, его одну из его функций, то на еврите это более понятная его функция. Работник, исполняющий четко заданную работу. Поэтому здесь речь, когда говорится о земных, исполняющих четкую работу, они тоже так же называются от корня Малаха «работать» по определенному данному свыше плана. Поэтому здесь в книге Судей тоже речь идет о пророке, названном ангелом, то есть выполняющем работу. Это не значит, что человек делается ангелом и называется земным существом, а это значит, что слово, глагол этот используется в нескольких значениях. И более четко видно эта особенность еврита в книге Агая, в Пророка. И читаем. Итак, книга Агая, 1 глава, 13-14 стихи. «И тогда сказал ангел Господень, посланный от Господа, сказал народу». То есть тоже слово «малах» от еврейского слова «ремесло» «малаха». Для чего вам это надо? Это места в Писании, где ангелами названы пророки. И понимать, в какой момент, когда называется ангелом человек, а когда посланник Бога, очень важно понимать весь контекст, который мы с вами читаем. Из-за этого происходят путаницы. Теперь видно, насколько странно, если не сказать больше, кажется, молиться ангелу. Ангел — это, так скажем, нашим человеческим языком, молоток, игла швейная, лопата в руках Бога. Есть интересная история из Танаха, важная для нас сейчас. Там есть момент, когда один товарищ, пророк, вызвался предсказать для царя его битву. Он изготовил рога, презентацию сделал яркую, чтобы показать, как он избадает рогами своих рогов царь. И мы читаем далее пророчество Мехея, пророка. И один из духов вызвался совершить диверсию против царя и спрашивает его, «Бог, как ты это сделаешь?» Он отвечает, «Я сделаюся лживым духом в устах пророка». То есть вот такую диверсию против царя Израиля я совершу, — говорит Дух. Это нам обещает пророк Малахия. И важный момент. Здесь пророк сам по себе не пророчество, ни от себя тяну не городит. Дух Божий даёт ему послание к определённому ангелу, который и открывает ему определённые пророчества, которые хотел бы Бог поместить в его уста. Конечно, пророк не просто рупор бездушный, он вкладывает в свою сущность пророчество, в свою индивидуальность. Он даже может убегать от миссии пророка, как делает Иона. И тем не менее, без посланника пророк ничего предсказать и сказать не может. То есть важно. Сам по себе человек из плоти и крови никогда не обладал способностью пророчествовать. Дух пророческий даёт ему возможность произносить такие вещи. Эти духи пророческие мы часто встречаем в Новом Завете также. И так ангелы, они служебные духи, у них многие функции, и они временные, как мы видим из этого момента послания к евреям, из этого повествования. И эта связь временна. Пророк получает радиограмму от Всевышнего, её зачитывает всем. И когда трансляция заканчивается от служебного духа, пророчество заканчивается. И поэтому ещё раз скажем, духи, которые ангелы воплощают в себе, они служебные духи, и они все исчезнут. В коем случае речь не идёт о Духе Святом, как Божьем инструменте. Дух Святой — это инструмент и свойства Бога и Машеха, и Сына Божьего. Так, мы здесь ни в коем случае тринитарной какой-то логикой не занимаемся обсуждением. Троицы, а говорим о том, что ангелы посылают пророкам духа пророчества, то есть через них посылает Господь Бог духа пророчества для человека, который тоже в своей работе также называется на еврите ангелом. И послание к евреям ни в коем случае не говорит никакой троицы тринитарных идей. Послание к евреям говорит, что Сын Божий, Он постоянный источник откровения. И человек, сам человек был призназначен изначально для такого же уровня, но не по естеству, как Сын Божий, Мессия, а по благодати. Именно Адам обладал такими качествами постоянного откровения, возможности откровения. Но Адам в этом не устоял, произошёл разрыв, поэтому связь осуществлялась через ангелов, через пророков. Но это связь временная, и поэтому все ангелы, все эти начала, они временные. Здесь мы видим это очень чётко. И они исчезнут, и будет в человеке жить Господь, Его откровение, без посредников, ангелов. Точно так же, как Бог раскрылся в Машехе, в Мессии. И будет Бог наполнять человека святостью, Духом Святым напрямую. Исчезнут разносчики информации, так называемые лоточники, ангелы, которые разносили Дух Святой по пророкам. И как мы только что приводили с вами примеры из книги царств, бывают Духи лыживые. Все они, все суть служебные Духи, которые послабляются для тех, кто должен наследовать спасение для человека. и почему Духи служебные, и почему все эти пророчества, для чего? Для того, чтобы наставлять того, кто должен унаследовать спасение. Можно это называть детоводителями, наставниками, механиками, как угодно можно это называть. Работу ангелов, доносящих пророчества и откровения до человека. Ангелы-слуги для того, чтобы сделать человека царем. Это Дух, но Учитель передается через них человеку. И, конечно, Бог напрямую дает человеку Духа на Учителя. Механизмы, скажем, человеческим языком опять работы Бога нам неведомы все и вся, только то, что Он хочет нам показать и сказать. Итак, резюме официанты, доносители пророческого духа, которые давали человеку некоторые понимания. И вот это первое откровение, которое было многообразно и многочастно. Почему? Теперь видим, потому что к этому был подключен персонал воинства небесного, многообразно и многочастно, доносивший до человека Божие откровения. Но теперь что случилось с приходом Мессии? Пока человек не преобразуется, сам не преобразуется подобие царя. Итак, престол был приготовлен, работа проводилась грандиозная, вестанах нам об этом говорят пророки, как получали послание от Бога, пришел Сын Божий, источающий эти откровения напрямую. Престол был приготовлен еще до начала мира, и сел на этот престол. Теперь человеку все послания получать можно через откровение Сына Божьего, потому что есть посредник единственный, и нету другого более. Поэтому он называется ангелом, и потому он называется Адамом. За это очень сложно понять. Здесь надо усилие проявлять, колоссальное усилие, чтобы понять сложный, сложный текст. Все, что вынесли из этого момента, то, что все силы Божьего начала и его воинства небесные, все это служит для одного, для того, чтобы человека привести к спасению. Пришел Мессия, Сын Божий, для этой же цели вобрал в себя все откровения и информацию, полноту всего того, что нужно человеку для спасения. Соединил небо и землю с собою как посланником Божьим. Друзья, надо проявлять нам, конечно, усилия, чтобы понимать сложные тексты, требовать от себя возможности понимать. Потому всем желаю радости познания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok